Привет! Сегодня я вас познакомлю еще с одной точилкой для заточки ваших ножей дома и не только. Ранее у меня на обзоре была точилка от Ганза, которая оказалась очень хорошим инструментом. А сегодня мы будем рассматривать точилку от фирмы Лански. Скажу сразу, что точилка не из дешевых, так что имейте ввиду. Если же сравнивать ее с точилкой от Ганза, то сразу видно, что она намного меньше в размерах и является более портативной. И забегая вперед, скажу, что качество брусков для заточки у нее качественнее, чем у предыдущего станка. Поставляется точилка у нас вот в таком удобном пластиковом кейсе. Можно брать набор куда угодно или кинуть в машину и поехать на охоту, рыбалку или на дачу к теще. Кто же ей все-таки ножи будет точить? Сегодня мы будем заострять вот эти экземпляры. Один кухонный нож, который совсем слабо режет. Вот этот самый ровный клинок, он у нас немного заржавел. И вот это мачете, оно было у меня на обзоре, тоже стоит подточить. В комплект выходит 4 бруска для заточки с зернистостью 120, 280, 600 и 1000 грит. Один брусок для серейтерной заточки. Зажим для клинка с возможностью установки разных углов. Направляющие стержни для каждого бруска. Специальное масло для заточки. Винты для зажима ножа. И сам пластиковый пенал для хранения всех деталей. Советую вам также приобретать крепление для этой точилки. С ним вам будет намного удобнее точить ножи. Я когда покупал точилку, не подумал, что оно может пригодиться. А потом крепления уже не было на складе. Так что имейте ввиду, крепление недорогое. А я пока что палочку буду использовать вместо крепления. Прям как в полевых условиях. Поймать заточку было проще простого. Этот кухонный нож я заострял под углом в 20 градусов. Как и требуется для подобных ножей. Таблицу под каким углом точить ножи вы видите на экране сейчас. Сразу отмечу, что затачивать ножи с этими брусками очень легко. Сразу видно, что они качественные. Точил сначала 120 бруском. Потом 280, 600 и 1000. Все как полагается. Еще смазал бруски маслом. С его помощью достигаются лучшие результаты в заточке. И оно одновременно уменьшает износ самих камней. Продлевая их срок службы. Как видно, точилку можно использовать как угодно. Можно точить держа рукой, на пеньке. И само собой на спецкронштейне, которые я благополучно забыл купить. Так что имейте ввиду. С данным станком вы заточите любой нож, какой захотите, без проблем и особых усилий. Только вы смотрите, друзьям особо не светите таким набором. А то поприносят все свои ножи, чтобы вы им еще и заточили. А оно вам нужно? После заточки подопытных ножей и даже мачете. Хотя я затачивал только небольшой его участок, так как он был немного надколот. Смотрим, как они режут веревку. Перед видео я попробовал резать, когда ножи были тупые. И они веревку не резали, а рвали. Сейчас же режет легко. Точильный станок удобный и компактный. Думаю, любому хозяину пригодится. Ссылку на магазин, откуда я покупал, я оставил в описании. Магазин проверенный. Есть отделение как в Украине, так и в России. Так что можно заказывать без проблем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк за мои старания и пишите в комментариях, как вам данный набор. А также пишите любые свои вопросы. Я все ваши комментарии читаю. Рад был для вас стараться. Спасибо за просмотр. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова